На связи краткий капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Васаби». Как это называется? Васаби. Вкусно. Бывший спецназовец Юбер Фьюорентини работает полицейским. Он охотится на банду трансвеститов, грабящих банки. Одного из них Юбер вылавливает в клубе. В работе он не отличается деликатностью. Он просто дает парню в зубы и утаскивает с собой. Попутно Юбер раздает по щам еще нескольким посетителям клуба, среди которых сын префекта. Притащив трансвестита в участок, он оставил его на растерзание коллег, а сам пошел к начальнику. Тот устроил ему выволочку за драку в клубе и заставил извиниться перед сыном префекта. Юбер честно пришел в больницу и извинился перед пареньком, но случайно сделал только хуже. Вернувшись в участок, он понимает, что коллеги не смогли расколоть подозреваемого. Юбер использует свой самый весомый аргумент. Правый кулак, чтобы выбить парню зубы, а затем дает сигарету и начинает допрос. Подозреваемый рассказывает, что его подружки грабят банк сегодня. Юбер срочно высылает наряд полиции и приезжает на ограбление сам. Он входит в отделение банка, освобождает заложников и укладывает трех цыпочек за пару минут. Они успевают только удивиться тому, какой огромный у Юбера ствол. Начальник Юбера приезжает к нему в его законный выходной. Юбер играет в гольф. Начальник говорит, что получил жалобу от префекта и что Юбера на время отстраняют от дел. Я, кажется, вас послал в больницу к его сыну извиниться, а не ломать ему кровать. Он советует ему походить по магазинам, завести отношения с женщиной и просто отдохнуть. Он знает, что 19 лет назад Юбер расстался с одной японкой, после которой у него никого не было. Юбер до сих пор ее любит. Послушав совета начальника, Юбер надевает красивую рубашку и приглашает в гости давнюю знакомую Софию. Она давно ждала такого момента, и ей непривычно видеть, как Юбер за ней ухаживает. Однако София понимает, что сердце этого черстого полицейского еще занято, а потому она не может продолжить с ним встречаться. После этого Юбер решил освободить свое сердце и распрощаться с Мико. В этот же день ему позвонили из Японии и сообщили, что Мико умерла, оставив Юберу наследство. Юбер собрал вещи и полетел на восток. В Японии у него случилась стычка с работником аэропорта, после которой пришлось вызывать местного комиссара полиции. Вместе с ним приехал и старый друг Юбера, Момо Морис. Когда-то они вместе проворачивали военные операции. Юбер сразу узнает Момо, несмотря на то, что они не виделись много лет. Он быстро вводит его в курс дела, и Момо ведет старого друга к адвокату Мико. Адвокат передает коробку с личными вещами женщины и рассказывает, что у нее есть дочь. Ее отцом является Юбер. Он должен заботиться о ней до наступления ее совершеннолетия. 20 лет ей стукнет через пару дней. Девушка, которую зовут Юми, унаследовала характер отца. При этом она ненавидит полицейских и хочет прирезать своего родного папашу. Мико сказала дочери, что над ней надругались, и после этого появилась Юми. Так она хотела защитить дочь, ведь работа Юбера уже тогда была связана с опасностью. Юбер говорит Юми, что он старый друг ее мамы, и что он приехал из Франции, чтобы почтить ее память. Адвокат объясняет девушке, что Юбер будет опекать ее до совершеннолетия. Вдвоем они идут в зал для кремации, где находится тело Мико. Тут Юми прощается с матерью. А когда подходит проститься Юбер, он замечает у женщины грязь под ногтями и странные кристаллы на коже. Он собирает их, чтобы отдать на экспертизу. Затем Мико кремирует. Юбер сказал Юми, что он врач и хочет посмотреть на медицинскую карту Мико. Девушка считает, что ее мама умерла от рака, но Юбер в это не верит. После кремации они развеивают прах Мико над морем. Юбер знакомит Юми и Момо, а затем они едут к тетушке Юми, чтобы забрать медицинскую карту. Тут они с Юми решают, что надо сходить за покупками. Юбер хочет побаловать дочку, но сначала нужно раздобыть денег. Юбер и Юми едут в банк, чтобы снять немного наличности. Получив распечатку счета Мико, Юбер видит, что суммарно на двух счетах женщины находится 200 миллионов долларов. Юбер снимает пару тысяч франков, чтобы хватило на покупки. И они с Юми уходят. Когда они выходят из банка, за ними следует двое парней в черном. Пока Юми носится по торговому центру и скупает все подряд, Юбер замечает преследователей и звонит Момо. Тот сообщает ему, что Мико отравили. Юбер понимает, что назревает серьезная заварушка. Он просит Момо приехать в отель, где он остановился, и привезти с собой оружие. Затем Юбер незаметно для Юми использует свой весомый аргумент, чтобы отправить отдыхать на полу преследователей. А когда они приезжают в гостиницу, он проверяет все комнаты, окна и шкафы. Убедившись, что здесь безопасно, Юбер предлагает дочке примерить купленную одежду, а сам идет открывать дверь Момо. Старый друг постарался. В двух чемоданах он привез самые любимые игрушки Юбера. Тут и автоматы, и гранатометы, и пистолеты. Пока Юми переодевалась и устраивала для Юбера и Момо дефиле, Юбер выбрал себе оружие по душе. Закончив наряжаться, Юми собирается идти на танцы. Однако Юбер переживает за нее. Он не хочет оставлять ее одну, поэтому девушка приглашает его с собой. Также они берут Момо, а тот хватает пару гранат в дорогу. В игровом комплексе ужасно шумно и много подростков. Юми знакомит Юбера со своими друзьями, и все рады его видеть. Кроме одного, который положил глаз на Юми. Затем они принимаются веселиться. И этот парнишка решает посоревноваться с Юбером в танцевальном баттле. Юбер проигрывает. Затем танцевать начинает Момо, а Юбер отходит в сторону, чтобы осмотреть периметр. Он видит людей в черном, которые окружают их со всех сторон. Он предупреждает Момо, чтобы тот был на чеку. Парень Юми вызывает Юбера на новое соревнование. Он хочет сразиться с ним в видеоигру, где надо стрелять по бандитам из пистолета. Первым напротив экрана становится парнишка. Он метко отстреливает всех плохишей. Юбер видит, как на их кампанию надвигается один из преследователей. Он вытаскивает оружие, и Юбер молниеносно реагирует на это движение. Он достает свой здоровенный револьвер, и не хуже, чем в тире, убивает бандитов одного за другим. Парнишка остался впечатлен умениями Юбера обращаться с оружием. Доиграем завтра. Ты не против? На улице Юбер рассказывает дочери, что приехал по просьбе ее мамы. Также он говорит, что работает в полиции, и что Мико доверяла только ему. Очевидно, что ее убили, и она не успела раскрыть Юберу какой-то секрет. Однако она оставила подсказки. Юбер решает съездить в городскую квартиру Мико. Юми была здесь только раз, да и то Мико не пустила ее внутрь. В квартире оказывается пусто. Кто-то приходил, чтобы забрать всю мебель. Они что-то искали, но Юбер уверен, что Мико не стала бы прятать важные сведения в предметах, которые можно унести. Он начинает простукивать стены и находит тайник Мико с записной книжкой, в которой указаны имена и цифры. Вернувшись в отель, Юбер и Юми понимают, что недавно сюда вломились те же бандиты, что обыскивали квартиру Мико. Юбер догадывается, что ему скоро позвонят. И телефон действительно звонит. На другом конце провода некто по имени Токанава. Он хочет встретиться с Юбером. Когда тот спускается вниз, где его уже поджидают люди Токанавы, приезжает Момо. Он привозит досье Мико и результаты экспертизы Земли из-под ногтей. Юбер отдает ему записную книжку и просит следовать за ними на расстоянии. Однако машина Момо не заводится, когда нужно. Люди Токанавы увозят Юбера с дочкой в неизвестном направлении. Токанава хочет получить 200 миллионов долларов, которые лежат на счете Юми. При девушке он говорит, что Юбер ее отец. Юми набрасывается на него с обвинениями. И ему приходится оправдываться. Затем Юми уводят. Так Анава планирует дождаться, когда ей исполнится 20 лет, чтобы она могла перевезти все деньги ему. Юбера он приказывает убить. Однако сделать это непросто. Юбер с легкостью раскидывает боевиков. Появляется Момо. И вдвоем они идут в кафе немного перекусить и обсудить дальнейшие действия. Поедая васаби, будто это арахисовая паста, Юбер понимает, что Мико была секретным агентом. И ее внедрили в группу мафиози. Там она нажила врагов, которые теперь хотят заполучить ее деньги. Анализ Земли показал, что она из Киото. Юбер и Момо едут туда. Находят еще один тайник Мико, в котором лежит письмо от нее. В нем Мико просит позаботиться о Юми. Юбер собирает людей и отправляется в банк. Здесь уже находятся люди Таканавы. И он сам. Он заставляет Юми перевести деньги на свой счет. Однако сотрудником банка переодевается Момо. И он переводит деньги на счет Юбера. Появляется сам Юбер. Забирает свою дочку и разделывает фарш Таканаву и его людей. Под занавес этой боя не приезжает полиция. Юбер закончил все дела в Японии. Он собирает вещи и отправляется домой. Юми обещает приехать к нему, как только закончится учеба. Однако Юбер не скоро улетит. Так как среди его вещей обнаружили два чемодана, доверху забитые оружием. Кому принадлежат эти чемоданы? Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.